Господин Сиднио, я так понимаю, вас не надо спрашивать, будете ли вы играть решающий раунд, хотя в принципе это интересный ход. Не играть решающий раунд и просто выиграть игру. Конечно мы будем играть, брать решающий раунд. Итак, знатоки просят решающий раунд. Уважаемые телезрители, по нашим правилам команда, набравшая 5 очков, имеет право попросить решающий раунд. Он зачеркивает результат всей игры. Счет становится 0-0 и за столом остается один знаток. Игра идет на 6 очков. Кто остается за столом? Борис Левин. Борис Левин. Уважаемые телезрители, мы начинаем решающий раунд. Волчок, будем крутить? Спасибо вам огромное. Уважаемые телезрители, если Борис Левин выиграет в этом раунде, то команда выиграет игру со счетом 6-0 и обойдет команду Балаша Косумова. Если же господин Левин не ответит на вопрос, команда проиграет и на этом сезон для команды Виктора Сиднева закончится. Но вообще, господин Левин, конечно, обидно. Два вопроса вы не выбрали версии, да еще в 13 секторе были близко-близко-близко. Могли бы выиграть без нервотрепки. Ух ты. Дружковка. Ух ты, это хорошо или плохо? Ну, при Озерск для вас было бы лучше. Давайте перекрутим. Против вас играет учитель английского языка Лидия Кондратько, город Дружковка. Вы там бывали, господин? Бывал. Левин, Донецкая область. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Лев Николаевич Толстой называл это занятие кощунством. А того, кто этим занимался, сравнивал с пахарем, который вместо того, чтобы следить за прямотой и правильностью борозды, идет за плунгом, выделывая танцевальные па. Внимание, вопрос. О каком занятии, говорил Лев Николаевич? Тишина полная. Тишина полная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...